Всем привет! Меня зовут Алексей Копян. С нами сегодня Руслан Ахмедзянов. И сегодня у нас будет очень интересный доклад от Руслана на тему буквы «Т» в слове «дивупс». Но, Руслан, сначала я хочу, на самом деле, знаешь, какой тебе вопрос задать? Если кто-то вдруг не знает, я знаю, что ведущие уже должны были представить. Но, тем не менее, Руслан – человек, который делал конференции «Джугру» много-много-много лет. Ну, не много-много, 5 лет. Или это много? 5-много. С учетом того, что вы в последние годы делали по 12-е с плюсом конференции в год, в общем, ты много конференций сделал. А сегодня Руслан выступает у нас в качестве докладчика, который честно подал доклад, прошел через все тернии взаимодействия с программным комитетом. И вот я хочу спросить, как тебе с другой стороны? Слушай, ну, поскольку я делал много конференций, и более того, я еще и подавался за последний год на несколько конференций, то мне по-прежнему все нравится, как делает «Джугру» групп. Но это, наверное, потому что я половину этого всего сам делал. Ну, то есть, типа, вроде неплохо получается. Когда смотришь на это все со стороны, ну, в целом все очень довольно гладко. Ну, то есть, там фидбэк приходит, да, то есть, я вот сейчас подался еще на несколько других конференций, там, в основном по тестированию, и у тебя есть, ну, то есть, ты подаешься в какую-то формочку, и у тебя минимальное количество обратной связи. Вот я там помню, как мы три года назад решали эту задачу, да, потому что спикеры действительно приходят и начинают писать письма чуваки. Я там подался месяц назад, а вы молчите. И это понятно почему, потому что там CFP еще не закрыто, еще не все заявки, непонятно, что отвечать. Вот. Сейчас мне суперкомфортно, нормально, все нравится. То есть, я же приходил и как спикеры, и как гости, и как ведущие, и как кто угодно. Ну, в целом, блин, прогоны прошли, и вы, ребята, отработали суперкруто. Большое вам спасибо за то, что я здесь. Вот. Спасибо организаторам, как говорится. Ну, как-то так. Окей. Ладно. Друзья, я хочу напомнить, что у нас есть чат, в который вы можете по ходу доклада кидать свои вопросы. Не забывайте тегать их, соответственно, тегом question. И мы в конце обсудим. Руслан ответит на эти вопросы в дискуссионной зоне. Ну что, Руслан, ты готов? Слушай, кажется, что в целом готов. Если мы готовы начинать, то... Я думаю, что мы готовы. Погнали. Отлично. Итак, дорогие друзья, спасибо большое, Леша, за вступление. Большое спасибо ведущим. Наверняка нас как-нибудь хорошо объявили, я очень на это надеюсь. Ну что ж, мы сегодня с вами поговорим о том, когда тестирование выпало из DevOps и как его туда вернуть. И первый вопрос здесь, наверное... Так, сейчас, секунду. Вот, отлично. Кто я такой и почему я буду об этом говорить? На самом деле, последний год я работаю в стартапе, который называется Комета Софтвер, и мы делаем там две вещи. Одна вещь — это опенсорсный продукт, который помогает разработчикам и тестировщикам делать репортинг для автотестов. Это Allure Report. И вот я специально строчку прописал, потому что мне отдельно несколько раз писали из разряда «Руслан, ты же маркетолог, а сейчас придешь к нам на DevOps и будешь продавать Allure Testops». Вот. Это на самом деле единственный слайд, на котором Allure Testops изображен и показан, и продавать его я не буду, потому что наша... Ну, моя основная миссия и задача сейчас, как человек, который занимается Developer Relations в стартапе, сделать так, чтобы жизнь тестировщиков стала лучше и приятнее. Вот сейчас вы можете меня спросить, типа, а что я тогда делаю на DevOps, если занимаюсь жизнью тестировщиков? И это правильный вопрос, потому что именно об этом мы сегодня и поговорим. То есть вообще, при чем здесь тестировщики, да? При том, что давным-давно уже сложилась такая ситуация, что я хотел начать с другого слайда, но так получилось, что буквально пару дней назад Серега Егоров, Серега, если ты смотришь доклад, привет, из Atomic Jar, которые занимаются тест-контейнерами, в ответ на анонс моего доклада на DevOps прислал вот два вот таких твита. Мол, очень спорный посыл, какие еще тестировщики, все нормально в тестировании в DevOps, потому что просто разработчики давным-давно научились его делать, как бы, и, в принципе, ну и получилось, Куа не нужны, да? Сейчас посмотрим, ну вот следующий слайд, он как бы покажет то, как мы в Комета себе представляем условно вот этот подход Куа не нужны. Он немного разрушительный, и я сейчас объясню, почему. То есть вот посмотрим на левую картинку, и все эти дальше будут слайды с Футурамой. Я не знаю, если вы смотрели Футураму, то суперкруто, если вы ее не смотрели, обязательно посмотрите, это один из моих любимых сериалов научно-фантастических, но я его люблю больше, чем всеми любимого Рика и Морти. Вот. Давайте подумаем о том, как разработчики пишут тесты и какие, да? То есть разработчики действительно пишут достаточное количество автоматизированных тестов, это юнит-тесты, это какие-то там тестирования IP, это какие-то интеграционные вещи, но разница здесь не в том, какие тесты пишут разработчики, а в том, как они их пишут. Давайте просто сравним два вот этих подхода, потому что разработчик — это... То есть мне не хочется говорить условно там творческая личность, да, или там что-то такое, но при этом разработчики — это создатели. То есть разработчики мыслят категориями создания. Когда речь идет о разработке, мы думаем о том, как написать программу так, чтобы она работала, и именно это мы проверяем. То есть мы смотрим, что все наши концепты реализованы правильно. Мы смотрим, что структуры данных работают верно, взаимодействуют нормально и условно там описаны хорошо. Тестировщики, да, ну то есть и в итоге получается некоторая такая система, когда если мы представим, что КОА подразделений вообще нет, то вот на картинке справа будет такое тотальное супердавление как бы тестирования разработчиков, которое направлено на то, что смотрите, все хорошо. При этом, когда существует подразделение КОА, их основная задача показать, что все не так уж и хорошо. Едем дальше. И чтобы это все обсуждать, мы просто взглянем на такую среднестатистическую команду, которая занимается разработкой софта. Вот у нас есть руководитель КОА, который, скорее всего, имеет большой багаж прошлого изручного тестирования. Он знает на самом деле, как надо тестировать. У нас есть автоматизатор, который знает, как автоматизировать. У нас есть в данном случае разработчица, она пишет код, катит его в прот. У нее все ок. И есть, естественно, человек, который, там, обс, да, который следит за тем, чтобы все работало. Ну, такой DevOps-инженер, да. Баруху не говорите, что у меня был в слайдах DevOps-инженер. Вот я даже специально слайд такой сделал. Если, Барух, ты это видишь, прости, пожалуйста. Вот. И в целом эта команда замечательно работает, да. То есть у нас есть пайплайн, на котором гоняется, там, тестирование. Ну, то есть на котором гоняются тесты, на которые пробегают. У нас они все собраны в нескольких quality-гейтах. Обычно это, там, какая-нибудь регрессия. Это acceptance testing, это, там, smoke или, там, какой-то канареечный релиз. Все это у нас в пайплайнах есть. Эти автотесты работают. Ну, там, периодически запускаются. Падают, не падают. Если и падают, то кто-то разбирает их результаты, скорее всего. То при этом одновременно с этим существует где-то небольшой такой, ну, такой аппендикс, да, в котором ручные тестировщики на новую функциональность или сложные тесты end-to-end-овские, они пишут все еще там, ну, они все еще делают развесистые тест-кейсы, прогоняют их руками. Очень часто это происходит там как-то параллельно, да, с тем, с той жизнью пайплайна, который вот на конференции DevOps обычно обсуждается. И в целом, ну, все работает. И, наверное, чтобы продемонстрировать всю эту историю, я взял недавнюю статью ребят из Суперджоба. Здесь есть QR-код. Если, кстати, если кто-то не может нажать QR-код, я не знаю, Леша, ты там, я знаю, что ты у меня сидишь там где-то рядышком. Может быть, мы эту ссылку тогда закинем в чатик, чтобы те, у кого нет софтины, не мучились и не качали ничего лишнего. Поэтому ждите ссылку в чате. Леша, наверное, через какое-то время ее закинет. И в целом все работает, да. То есть вот так вот как-то у нас все это выглядит. Прекрасные пайплайны, машинки летят отдельно, люди летят отдельно, тесты выполняются, светофоры. Очень круто. Ну, DevOps же, правильно? Возможно, но вспоминая более раннюю фразу Сереги Егорова, буквально там с 15 марта, я не знаю, как так получилось. Возможно, просто потому, что мы действительно занимаемся очень похожей деятельностью, но с разных сторон. То есть мы, условно, в Комета-софтвей занимаемся тестированием именно со стороны QA подразделений, а ребята с тест-контейнерами в Atomic Jar занимаются тестированием в таком, ну, максимально девелоперском, в таком девелоперском смысле. И вот эта цитата, она на самом деле великолепна, потому что T в DevOps означает тестирование. Я на самом деле, когда первый раз прочитал, думаю такой, ну, окей. Потом я еще раз прочитал слово DevOps и не обнаружил в нем буквы T. И это значит о том, что с тестированием в DevOps на самом деле, то есть вот смысл-то шутки в том, что на самом деле все не так понятно. А непонятно, потому что и моя задача сегодняшнего доклада, она в целом сделать так, чтобы объяснить, как же все пошло не туда. Что же можно сделать, чтобы вот эту букву T в каком-то естественном виде вернуть? Потому что, скорее всего, люди, которые занимаются пайплайнами, разработкой и так далее, не видят просто того, что происходит в QA подразделениях. Сейчас, скорее всего, вы ждете, что справа что-нибудь появится, какой-то текст или какие-то буллеты, но там ничего не появится, и там ничего сейчас нет, сколько не вглядываетесь. Это ровно та история, что это невидимая сторона. И невидимая сторона выглядит как подразделение QA, которое на самом деле немножечко-немножечко, оно так выпадает из всей истории. Почему? Потому что тестировщики тоже пишут тесты, и выглядит это как-то примерно так. Очень часто в подразделениях, которые занимаются качеством, ручники правят баллом. Это значит, что структура тест-кейсов, процессы в отделе, механики разбора результатов, механики составления отчетов, основные какие-то детали взаимодействия с другими подразделениями, они построены по принципам, которые были разработаны довольно давно. Это хорошие принципы, это принципы, которые позволяют на самом деле очень много багов находить и так далее, и правильно их там вовремя исправлять и так далее. Но пока весь остальной мир бежит галопом в сторону девопса и пытаются сделать shift-left всего, что можно, ну, либо shift-right, если это невозможно, то вот это вот разбегание shift-left, shift-right, оно как бы вызывает то, что тестирование, оно как бы подбуксовывает. Для этого есть, кроме того, есть несколько причин, потому что в тестировании, например, не было в свое время тулов, которыми можно было бы пользоваться для автоматизации. То есть эти штуки появились совсем недавно. И в этой реальности, когда у нас есть куча руководителей подразделений, которые занимаются тем, что обеспечивают качество по-своему, есть большое количество тестировщиков-автоматизаторов, которые, скорее всего, под руководством и давлением вот этих новых процессов, точнее старых процессов, этих старых структур, старых тест-кейсов, отчаялись что-то доказать, отчаялись что-то сделать, и на самом деле действительно пишут автоматизированные end-to-end тесты, которые чаще всего выглядят, ну, тупо как ручные тестовые сценарии, которые загнаны в REST-код, которые действительно гоняются на вашем CICD. И если вы смотрите, то вполне вероятно, что вы ровно в этой ситуации находитесь, потому что с точки зрения DevOps, ну, тестирование есть, вот оно, тесты присылают, тесты гоняются, результаты разбираются, там еще девелоперы накидывают своих тестов, да, блин, вообще все круто, все quality-гейты, блин, выглядят суперсолидно. Но на самом деле эту штуку можно очень сильно улучшить, и ровно об этом мы поговорим, чтобы условно солайнить ваше тестирование с тем, что существует сейчас с теми практиками, с теми подходами, которые существуют в DevOps. И для этого, на самом деле, совсем недавно мы сформулировали такую штуку в комете, ну, как мы, тема на самом деле, да, мы сформулировали некую такую схему, которая называется TestOps Lifecycle. Она рассматривает девять стадий развития, как бы, тестовой инфраструктуры, команды и процессов, вот такой жизненный цикл, да, вот подразделения, которое занимается качеством. И оно, как видите, довольно простое. То есть у нас есть три ряда и три столбика. Каждый ряд отвечает за некую веху, а каждый столбик – за ее степень развития. То есть M1 – это ручное тестирование, которое только зародилось. Условно, A2 – это автоматизация, которая уже достаточно хороша, а A3, например, это супертоповая автоматизация. Ну и, понятно, третий столбец – это TestOps. Здесь я говорю не о продукте, а я говорю именно о подходе, который мы предлагаем, чтобы тестирование естественным образом красиво вернуть в DevOps. Ну, поэтому долгое название не выдумывали. Вот SecOps не звучит, а TestOps звучит. Поэтому мы не стали делать DevTestOps, а сделали TestOps. Вот, и там три стадии тоже. И зачем нам нужен вообще TestOps? И вот этот вопрос я сейчас задаю не сам по себе, а с этого ровного вопроса появилась вся история с этим докладом, потому что полгода назад на предыдущем Гизенбаге, еще когда мы сидели в барчике и выпивали пиво, я рассказывал коллегам, что мы делаем тут, значит, свой продукт, и вот он помогает компаниям как-то там вот этот TestOps реализовывать. Тут приходит Леша и говорит, слушай, я тут слышу слово TestOps, какая-то непонятная шняга, короче, извините за выражение. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Потому что тестирование же и так в DevOps есть. Ты же знаешь вот эту классическую, вот сейчас на слайде, вот этот наш классический треугольник. Смотри, DevOps, QA. В чем проблема с тестированием в DevOps? И вот действительно, смотрите, все работают вместе. Там у девелоперов 80% кода покрыто тестами. Апсы такие говорят, ну, слушайте, и даже если мы что-то не успеваем, ну, давайте делать Canary релизы. То есть, ну, управление качеством, вот это вот само QA, оно происходит. Но при этом тестирование, оно происходит не всегда хорошо. Там где-то вот такой маленький автоматизатор находится на стыке девелоперов и QA, потому что, скорее всего, автотесты на самом деле гоняются на каком-нибудь отдельном сервере, на какие-нибудь отдельные билды и так далее. И при этом руководитель подразделения говорит, слушайте, ну, вы тут написали функциональности, нам надо день на написание новых тест-кейсов, чтобы эту функциональность нормально там, Antoine проверить. А еще деньга два на прогон, потому что мы сейчас 50 ручных тестов проверим, и у нас 5 тестировщиков. И у них это, ну, займет некоторое время. Хорошо. Действительно ли тогда эта картинка выглядит так? Возможно, она выглядит вот как-то так. Девелоперы говорят, QA не нужно, мы сами все тесты напишем. Ребята из QA говорят, так, там все гоняется, там ребята хотят сильно быстрее, ну, как бы, пойду-ка я сделаю чек-листы, обновлю, как бы, и все будет нормально. Апсы такие кричат, так, у нас все процессы уже готовы, валите-ка вы нафиг, потому что, смотрите, pipeline есть, quality-gate есть, тесты гоняются, результаты проверяются, релизы чистые. Смотрите, мы же катим в прот. Ну, бывают баги, бывают. И, ну, а действительно ли это та реальность, в которой, ну, как мы себе представляем девопс? Наверное, ну, не совсем. И давайте сейчас постараемся разобраться, да, вот, что, почему эта невидимая сторона настолько сильно мешает тестированию войти в девопс. Потому что вот на предыдущем слайде вы видели, что, условно, там нарисован Забраниган, и он такой, типа, ой, я пошел там заниматься своим делом. Можно подумать, что я там как-то хочу сказать, что ручные тестировщики, они там нехорошие или еще что-то. Совершенно нет. Ручные тестировщики – это очень крутые специалисты, они молодцы, они делают свою работу, они делают огромное количество работы, у них есть своя уникальная компетенция. Но, и они стараются, они не успевают писать тесты на новую функциональность, потому что там требования Liquid Software и десяток выступлений Баруха за последние несколько лет заставили менеджеров думать, что нам действительно нужно два релиза в день. Я еще раз сейчас сделаю отсылочку к ребятам из Суперджоба, потому что у них ровно такая была история. То есть у них была куча ручных тестировщиков, и они один раз в неделю релизились. Потом пришли там условно VP of Engineering или какой-то из менеджеров и говорит, слушайте-ка, ребятки, это тут все вообще-то релизятся два раза в неделю. Ну и все такие, ну давайте релизимся два раза в неделю. Ручные тестировщики почесали репу так, типа, блин, но нам тогда придется рабочий день увеличивать или тестировщиков поднанять, потому что, ну, это долго, но давайте что-нибудь попробуем автоматизировать. И условно взяли какие-то базовые там PHP-шный фреймворк, на PHP еще начали писать тестики, и все это ускорили. А потом приходят менеджеры и такие, так, мы в два раза ускорились, давайте теперь дважды в день релизить. И тут начинается головная боль, потому что в таком темпе вообще никак это не успеть. Дальше, ну и понятно, есть еще куча проблем, да, то есть ребята не успевают прогонять эти тесты, особенно если они ручные. Разбирать падение – это вообще боль, потому что если тестов у вас тысяча и падает 5%, то это 50 тестов. И если у вас нет автоматизации, там, репортинга и так далее, ну, вручную все это проверять, выяснять и так далее, это больно. Не было тулов раньше никаких, и поэтому им сейчас нужно за ними активно следить. Ну, мы знаем, да, с какой процент людей ходят на конференции, и метапы, и так далее. То есть кто-то, дай бог, почитывает Хаббар. Не все знают про новые Тулы, и не было никакого такого глобального обучения. То есть нормальные курсы появляются только сейчас. Никакие курсы рекомендовать не могу и не буду. Я думаю, все сами справятся, все сами посмотрят. Поэтому надо учиться, учиться, учиться. А у ручных тестировщиков своей работы, в общем-то, немало. И вот сейчас я очень так поверху пробежался по основным проблемам. И для того, чтобы вот эти все проблемы описать, это вот, кстати, та самая схема из 9 квадратиков. В реальности она выглядит чуть-чуть сложнее, как вы видите. И сейчас я вам постараюсь рассказать о том, как эта штука должна работать. Вот, ну, как мы считаем, да, какие основные там есть вехи в развитии подразделения, которые, прохождение которых поможет сломать нам стену между условно Legacy-тестированием и DevOps-ready таким тестированием, да. Вот мы с Лешей, на самом деле, очень хорошо поговорили на последнем прогоне. Еще раз, Леша, спасибо тебе. Вижу, что ты меня слушаешь. Надеюсь, тебе не скучно. Вот, мы тут проговорили как раз ровно ту историю, что вроде тема какая-то непонятная, но она ровно про слом стены. Поэтому на конференции DevOps вот вроде решили, что классно заходит. И сегодня мы будем говорить о том, как эту стену ломать. Посмотрим, дальше мы сделаем программную статью, в которой будем все в деталях и с аргументацией, со всеми там штуками описывать. Поэтому там в конце я подкину ссылочки на твиттеры, там лично мой, кометовский, наши каналчики в Телеграме и так далее. Если вам интересно дальше за этой темой следить, если она вас зацепила и вы поняли, что у вас подобные проблемы есть, подписывайтесь. А если не зацепила, то приходите в дискуссионку поливать меня помоями и закидывать помидорами. Соответственно, нас интересуют пять стадий, которые сейчас объединены кружками. То есть вот M1 и M2, вот они наверху. Это стадии ручного тестирования. Нам не нужно, мы сегодня не будем рассматривать все девять стадий, потому что в реальности нам нужны вот именно в разрезе девупса, нам интересно, когда тестирование какое-то уже есть и как его двигать вперед. Потому что там есть часть вещей, которые непосредственно там с такой автоматизацией, гонением тестов на CI-ах и скоростью релизов особо не связаны. Поэтому будем рассматривать только релевантные штуки. Соответственно, мы попробуем рассказать вам, я попробую рассказать вам, как из M2 перейти в стадию A1, то есть ввести какую-то автоматизацию, после чего автоматизацию эту поднастроить. И дальше, ну там, вот видите, еще есть стрелочки с такой, как это они, штриховые. Они говорят о том, что это такие опциональные шаги, которые, если у вас команда очень крутая, можно пропустить. А если команда, ну, условно, там не сильно горит желанием что-то делать, то, ну, вам придется их, скорее всего, пройти, потому что иначе ничего не заведется. Вот, и как нам прийти в шаг Т2? Мы не говорим о шаге Т3, как видите, он пустой, не потому что там ничего не происходит, а там, условно, команда мечты, поэтому там все просто прекрасно. И об этом мы говорить тоже особо не хотим. И начнем тогда с того, что... А, ну вот еще нет, важный нюанс. В Ютубе на канале Комета Софтвэя уже выложен доклад Темы, который все эти стадии описывает, ну, так, довольно поверхностно, но, в принципе, достаточно, поэтому ждите ссылку в чатике. Если у нас этой ссылки нет, то я тогда приду и куда-то закину ее в Zoomчик. Заходите в Zoomчик. Перейдем к основным стадиям. И первая история – это переход из M2 в M3. Давайте посмотрим, что такое стадия вообще M2. Стадия M2 – это когда у нас есть команда нормальных медлов, ручных тестировщиков, парочка сеньоров. И основные задачи на этом этапе – это повышать прозрачность тестирования, то есть сделать какие-то процессы, чтобы все люди понимали, куда все двигается, какие тесты прошли, какие тесты не прошли, формализовать работу с тест-кейсами, создать, условно, шаблоны, спроектировать все эти тест-кейсы и уйти от принципов типа «чуваки, не парьтесь, я все проверил». Условно разработчик говорит, вот эту функциональность проверять не надо, там все покрыто тестами, не надо ее проверять. Вот в таком случае, условно, тестировщики на этапе M2 ручные должны сказать «нет, подожди, мы напишем свои end-to-end тесты, все погоняем, как мы знаем, потому что вот…» И здесь важно это понять, да, потому что уже здесь нужны коммуникации, потому что раньше… Ну, то есть я уже упоминал о том, что тестировщики и разработчики, они относятся к тестированию по-разному. То есть разработчик пытается убедиться в том, что все работает как надо, а тестировщики пытаются найти случаи, в которых что-то работает не так. И вот эти два подхода на позиции M2, мы должны создать нужное количество тест-кейсов, обеспечить покрытие, обеспечить все процессы, при этом эта вся штука не будет ускоряться и линейно масштабироваться, точнее скорость будет линейно масштабироваться от количества тестировщиков. Притом даже, знаете, она не линейна, а скорее логарифмически будет, потому что в какой-то момент новые тестировщики будут настолько погружены в инфраструктуру и проблемы, и там, как это, управленческие нюансы, что быстрее не будет. И в этом месте, вот здесь указано наверху, есть инструменты, вот сиреневым, да, показаны. Здесь нужны TMS-ки. Тест-менеджмент-системы, если кто не знает, это такие штуки, которые заменяют тестировщиком в больших командах условный Excel, когда они позволяют там использовать удобный интерфейс для создания тест-кейсов, проходить прям в них шажки, дальше галочками все отмечать. И на самом деле почти многие TMS-ки умеют результаты ручного тестирования закидывать на CI, чтобы CI сам, ну, как бы понимал, что тесты прошли, и вот этот прогон, там можно его вебхуком зацепить, чтобы все побежало. Ну вот там два примера, тест-трейл-практи-тест, это такие индустриальные стандарты, очень часто используются. Но мы-то хотим попасть на стадию M3, и что нам нужно для этого сделать? Нам нужно начать мерить время, качество и количество прогонов. Мы хотим, ну вот, как я уже говорил, покрыть все N2N-тестами, и дальше, как только вот первые два шага у нас происходят, мы хотим оптимизировать ручную работу. При этом вот здесь, если вы вспомните там предыдущий слайд, есть два пути. Можно сразу пойти в A1, а можно пойти в сторону M3, когда у нас появляется команда суперкрутых ручников, которые умеют использовать инструменты автоматизации ручного тестирования. То есть вот это инструменты типа Postman, Playwright, FakeData, CoaWolf, какие-то инструменты для тестирования, которые ему позволяют эмулировать, например, верстку на экранах с разными разрешениями, без обилия девайсов и так далее, и без запуска ручного всех этих вещей. И вот, собственно, начать вот эти штуки делать. А для чего? Для того, чтобы начать верить в автоматизацию. Вот здесь у нас появляется Зепб Бранниган, он довольный, потому что если Зепб Бранниган верит в автоматизацию, то переход из M3 или M2 в A1, он будет намного менее болезненный. Собственно, а зачем нам вообще переходить из этого места? Потому что на M2 у нас, ну, мы можем только донимать тестировщиков, и у этого, ну, как бы подхода, очевидно, есть какие-то пределы. M3 на самом деле масштабируется намного лучше, потому что там автоматизируемые тулы как бы позволяют, во-первых, все померить, во-вторых, понять, где проблемы, ну, в-третьих, там, где-то что-то пооптимизировать, но при этом все еще остается большой предельный срок, и мы все еще зависим от людей, которые, собственно, осуществляют тестирование, и мы можем забыть о трех ночных прогонах, потому что, ну, то есть, нет, наверняка есть команды, в которых тестировщики любят поработать по ночам. Однако это не очень хорошо с точки зрения, ну, вселенной и отношения к людям и так далее. Поэтому мы от этого хотим уходить. Поэтому давайте посмотрим на переход от M2 к A1. A1 стадия – это стадия, на которой у нас есть, условно, один автоматизатор. И основные задачи у нас здесь – просто начать что-то автоматизировать и покрыть простыми тестами Mission Critical Cases. При этом у нас RESTful тесты, они будут полностью копировать пошагово ручные сценарии. Да, то есть у нас есть вот такая 30-шаговая портянка вот на весь экран прям, в которой написано, мы логинимся сюда, вводим такой-то пасворд, вводим такой-то логин, смотрим кнопку, кнопка отображается, все правильно, это все тому-то соответствует и так далее. Ну, вы, наверное, представляете, как выглядит типичный ручной тест-кейс, там, где, ну, надо все ручками проверить и все прокликать, прокликать, прокликать. И мы делаем точно такие же тесты, только теперь эту работу выполняют роботы. Соответственно, все запускается, Mission Critical тесты у нас прогоняются, Jenkins терпеливо ждет, когда пройдут ручные тесты, автоматизированные, при этом уже условно быстро пробегают. Но нам все равно нужно дожидаться того, когда пробегутся основные ручные тесты, потому что, ну, это некий переходный режим, как видите, Бендер тут у нас еще совсем сосунок, он еще не готов, как бы, да, к тому, чтобы самостоятельно взять себе всю функциональность и всю мощность тестирования, но он готовится. И здесь очень на этом шаге очень важно начать генерировать автоматизированные тест-кейсы и считать от них пользу. Что я имею под этим в виду? Я имею в виду, что вы написали один автоматизированный тест-кейс, а теперь посмотрите, как часто он прогоняется, как часто он находит ошибки, и насколько быстрее он проходит. Потому что, как только Zeb Brannigan, который уверовал еще на стадии М3 или не уверовал на стадии М2 в автоматизацию, посмотрит это и посчитает, дальше все пойдет намного проще. Вторая штука – это научиться делать самодокументацию. У меня написано просто «дока», но я имею в виду здесь то, что автоматизированные тесты автоматизаторами при изменении какой-то функциональности или изменение теста. Такое бывает постоянно. Нам надо постоянно фиксить тесты, потому что у нас постоянно меняется функциональность. Если самодокументацию не сделать, то через какое-то время, когда мы начнем наращивать объем тестов, она начнет очень быстро устаревать. То есть, условно, каждое отделение фичи-бранча будет делать документацию устаревшей, потому что где-то меняется функциональность, и если мы документацию вручную не поправили, а вручную править плохо, потому что автоматизатор поправит тест, а условно-ручной тестировщик, который занимается докой, про это может вообще не вспомнить или не узнать. И вы, конечно, можете заниматься тем, чтобы строить сложные системы коммуникации и нотификации в Slack, но, может быть, все-таки стоит подумать про автоматизацию, мы же на DevOps конференции, правильно? И здесь у нас остаются некоторые проблемы. То есть, сильно быстрее не стало, и вот это очень опасный такой шаг, когда мы начали делать автоматизацию, и смотрим на это, и думаем, так, быстрее это сильно не стало, зато как запутаннее стало. У нас появилась куча других тулов, у нас появились новые люди, которые немножко отличаются от классических тестировщиков, у нас появились новые коммуникации, теперь еще тестировщики странно на нас поглядывают, вот, и так далее. Стало запутаннее. Поэтому нам нужно быстренько-быстренько двигаться в стадию А2. А стадия А2, если в общем ее описывать, то это такая стадия, на которой автоматизаторы уже умеют пушить в репу, уже умеют строить аналитику в графане, уже стараются автоматизировать, точнее, занимаются тем, чтобы построить стабильность. Вот SQS — это Software Quality System, то, что вот сейчас у меня подсвечено. И первое, что здесь нам нужно, это сделать кнопку для всех. То есть, что ее значит кнопка? Кнопка значит, что когда мы увеличили покрытие автоматизацией, когда мы уже знаем, что наши тесты на самом деле хорошие, мы начинаем эти тесты потихонечку перепиливать и делать их атомарными, готовим сами данные и готовим какой-то API для того, чтобы эти тесты нормально ходили туда-сюда в код. Но при этом это можно делать и со стороны разработки, и со стороны тестирования. То есть, когда мы научимся наших двух бендеров со стороны разработки и со стороны тестирования учим общаться, мы должны сделать кнопочку и заставлять всех нажимать эту кнопочку, а кнопочка делает одну простую вещь. Она запускает набор тестов автоматизированных и потом показывает результат. И делаем так, чтобы про эту кнопку все знали. Скорее всего, если у нас покрытие обеспечено, и как только у нас возникает эта история, у нас могут возникнуть проблемы. То есть, наша задача сделать так, чтобы разработчик сделал фичи-бранш, какие-то изменения внес, нажал кнопку. Если где-то что-то упало, мы должны быстро пофиксить тесты. И если они фиксятся долго, то, скорее всего, мы на шаге А1 что-то сделали не так. Давайте это все посмотрим. Условно, надо возвращаться и переделывать. Что такое делаем тесты атомарными? Тоже остановлюсь на этом пункте. Это значит, что когда у нас вот такой вот развесистый тест-кейс из предыдущего пункта существует, он на самом деле в автоматизации жутко неудобен, потому что автоматизация, она привыкла, один тест тестирует одну функцию. Вот условно, есть юнит-тесты у разработчиков. Они же не, там классы, собственно, не такие-то уж и большие. И здесь мы стремимся к тому же самому эффекту. Мы хотим, чтобы один тест тестировал тестировал маленькую функциональность. Все остальное мы мокаем, там закрываем заглушками и так далее, изолируем, и все. И делаем на один вот такой вот ручной тест-кейс, делаем 5, 6, 7 автоматических тестов. И вот в этот момент самодокументация нам очень важна, потому что вот эти 5, 6, 7 тестов очень сложно будет смаппить на ручные тест-кейсы, которые у нас существовали до этого в документации. Да, документация, она существует либо в условном тест-рейле, о котором я говорил, либо вообще в конфлюенсе в виде списка там тест-кейсов и тест-сьютов. Вот. И как только мы начнем вот эти автоматизированные тест-кейсы пытаться натянуть как бы на нашу документацию, мы поймем, что все плохо. Если у нас самодокументация, то у нас будет действительно больше тестов в этой доке, но при этом каждый будет, ну, всегда актуален. И когда это все происходит, вот наш бендер становится такой расслабленный, берет бутылочку пива и идет на самом деле в целом, ну, вроде как, типа, блин, смотрите, все хорошо. И это ровно та история. Опять же, я возвращаюсь к истории суперджоба, потому что ребята круто все сделали. Они действительно настроили автоматизацию таким образом, что регрессионная и acceptance, вот, quality gate у них, да, как бы прогонялись полностью автоматически. Они начали релизить там дважды в сутки. Это тоже круто. У них остался только один дежурный разработчик, один дежурный тестировщик на случай, если релизы вдруг падают или там не проходят эти, ну, как это, качественные ворота. Сейчас Леша посмотрит на экран и скажет, ты что переводишь quality gate? Вот. И это классный этап. Но, опять же, если вы прочитаете статью, то вы в конце увидите замечательную мысль о том, что все еще не закончено. Потому что у вас все еще есть куча проблем. Флакующие тесты, которые условно дают разные результаты вне зависимости от, точнее, они дают разные результаты при неизменности кода теста и кода, который они тестируют. То есть в зависимости от времени запуска, в зависимости от инфраструктуры, на которой запустились, в зависимости от параметров лонча, в зависимости от положения Меркурия в доме Луны, или как это правильно говорится, в зависимости от странных непонятных факторов. Здесь наши инструменты, это графана, там можно взять или репорт, репорт-портал и так далее. Вот эти штуки позволяют нам смотреть аналитику с автотестов быстро, четко, понятно, и они заодно помогут нам результаты разбирать. И вот вроде все хорошо, но при этом сохраняется несколько проблем. То есть автоматизаторы у нас боятся. Боятся чего? Они боятся пойти к разработчикам и спросить, хороши ли их тесты. Потому что тесты написаны на каком-то, скорее всего, DSL или на каком-то птичьем языке, и разработчики скажут, блин, ну чуваки, мы не хотим особо в этом разбираться. Ну, наверное, нормальные тесты, но в целом мы и так сами все покрыли. Вы можете там особо не париться, наш код работает. Они не умеют запускать или перезапускать тесты самостоятельно. Поэтому, когда ребятам надо, если эта кнопка как бы есть, хорошо, а если ее нет, то получается, чтобы автоматизатору прогонять новый тест-сьют на ланче, на нашей инфраструктуре, ему надо пойти к капсам, сказать, ребята, дайте мне вашу инфраструктурю, выделите мне серверное время. Там скажут, ой, мы не знаем когда, у нас сейчас большой релиз, мы там гоняем 12 раз, бла-бла-бла-бла-бла. И это все очень дискомфортно, потому что у нас все находятся, ну, то есть у нас автотестирование находится в своем, как это, колодце экспертизы. Также им очень сложно работать с ожиданиями. Когда приходят менеджеры и говорят, как быстро у нас будут пролетать наши тесты, они такие, мы не знаем, потому что, может быть, нам вообще не дадут типа пайплайна, может быть, быстро, и мы не знаем, сколько дадут цепу времени и так далее. То есть вот эти проблемы мы сейчас постараемся решить. Переходом между А2 и А3. И здесь наша задача сделать так, чтобы тестировщики могли спокойно запускать свои тесты и потихоньку начинали заниматься инфраструктурой. То есть мы отдаем им вот эту вот кнопку, делаем прям доступной, простой и рабочей. Это первое. Второе. Мы отдаем тестовую инфраструктуру. Под этим я имею в виду всякие эмуляторы, контейнеры, Selenium-кластеры и прочее, прочее, прочее. То есть не надо отдавать всю инфраструктуру, но то, что имеет отношение к тестам, отдайте тестировщикам. Пусть они разбираются, пусть они учатся этим управлять, пусть они, когда к вам приходят, говорят не «Ой, там у вас в докерах, да, где-то что-то надо сделать» или там в кубернете сидеть, да, а вот условно там чуваки, смотрите, вот в этом кластере давайте сделаем так-то, так-то, так-то. Тут тоже, наверное, я сейчас не так много времени, но я отвлекусь на замечательную историю. Вот недавно на Хаббер писал прекрасную статью про там пять тулов для автоматизатора на удаленке. И там есть докер, и там есть Jenkins. И, собственно, в какой-то момент ко мне прилетает коммент, который выглядит примерно так. Я не понимаю, для кого написана эта статья, потому что вообще-то я тестировщик. Почему я, сидя дома на удаленке, должен поднимать и разбираться докер? И почему я должен вообще-то Jenkins поднимать? Там же девопсы должны сидеть. Я вот сейчас цитирую, поэтому простите мне эту фразу. Там же сидят девопсы, которые получают 900 тысяч в секунду. И как бы это же их работа. На самом деле это их работа, но, блин, ребята в тестировании должны понимать, как эта работа делается и что под капотом у этой работы. Поэтому, кроме того, даем тестерам мелкие штуки. Там поапдейтить браузеры где-то, еще что-то поделать. Эти штуки позволят им освоиться в вашем пайплайне. Теоретически на этом этапе очень многие останавливаются, и в этот момент все выглядит довольно хорошо. То есть вот у нас илениум-классеры, вот у нас автотесты, написанные на адекватном фреймворке. Они даже не выглядят зашкварно. Все хорошо. Но есть проблемы. Ну, помимо того, что придется там потратить какое-то время на то, чтобы ваши коллеги освоились новыми технологиями, ну, как бы это не все еще все идеально. То есть вот мы вроде как на самом деле в целом все подсобрали. Вот у нас все и наши участники процессов, они как бы собрали все в кучку, но можно лучше. И вот в этот момент на самом деле Тестопс, он про то, что можно сделать лучше. Поговорим про переход А2 или А3 в Т2. То есть если у вас сильная команда тестирования, то мы можем сразу прыгать на условный Т2 уровень, который под собой подразумевает несколько вещей. Сейчас я постараюсь их рассказать, и здесь мы будем говорить о том, что... То есть DevOps, он же про общение и про то, чтобы мы все в одной лодке, а когда мы все в одной лодке, мы должны друг друга понимать. И вот как только тесты, написанные там на каком-то тестовом фреймворке, будут непонятны разработчикам, коммуникация у нас рассыпется. Как нам это исправить? Переходить на нативные инструменты. Если мы тестируем Java, если в Коа подразделении тестируют backend на Java, давайте писать тесты на Java. Если backend на Go, давайте будем на Go писать тесты. Если мы тестируем frontend, то это скорее всего TypeScript, JavaScript. Давайте выбирать фреймворки для этих технологий. Переход на нативные инструменты позволяет сделать очень второй, очень важный большой шаг именно для этого качественного перехода. Это код-ревью с разработчиками. То есть представьте себе ситуацию, когда тестировщики на самом деле пишут end-to-end тесты нативные, и они как бы искренне верят в то, что эти end-to-end тесты хорошие. Но если у нас, ну, точнее, у нас даже есть уверенность в том, что все в порядке, но очень хорошо, если они начнут приходить к разработчикам, условно, там у разработчиков будет один или два человека, или все будут готовы помочь, и спрашивать, ребят, посмотрите на тесты, они действительно нормально ваш код проверяют? Почему это круто, и почему, условно, тестировщик сам не может это сделать? Все просто, потому что на самом деле, ну, код, разработанный командой разработки, извините за тавтологию, лучше всего знает эта команда разработки. То есть сколько ты его не читай, сколько ты в нем не копайся, нюансы будут известны только тем, кто этот код написал. Особенно если этот код, например, реактивный, ну, то есть, типа, там вообще фиг разберешься. Понятно, что если это какие-то простые вещи, то там в этом нет необходимости, но мы же все любим новые технологии, поэтому в какой-то момент все переедут на реактивную джаву, и там будет все весело. Поэтому тестировщик может как бы все тестами обложить, но насколько это все там под капотом будет работать, никому будет непонятно, кроме самих разработчиков. Поэтому переходим на нативные инструменты, идем делать код-ревью с разработчиками. Что мы делаем дальше? А дальше мы отдаем тестировщикам контроль над тестовыми серверами. Это на самом деле как бы шаг назад, но в принципе это можно сделать вот в рамках вот этого качественного перехода А2-Т2, потому что теоретически Т1, он ровно про то, чтобы тестировщики забрали себе всю инфраструктуру, которой владеют. И тут, ну, мы же вроде про это поговорили, когда про А3 говорили, да, пусть они себе классеры заберут, пусть они там заберут себе какие-то скрипты и управление, но здесь имеется в виду, что тестировщики будут именно отвечать за состояние инфраструктуры тестовых серверов. Они могут сами зайти туда, обновить там какие-то версии, обновить софт, обновить вообще все там, поработать над содержимым баз данных или почистить базы данных и так далее. И при этом, если что-то пойдет не так, то никто не побежит кричать, ой, нам все сломали ребята из инфраструктурной команды. То есть тестировщики сами все сломали, сами виноваты. И при этом это хорошо, потому что, если что, вдруг, то им будет, ну, они знают, кому пойти из коллег, потому что наверняка, если, ну, мы на девупсе, да, поэтому, скорее всего, у них есть компетентные коллеги, которые им помогут. И все это нас приводит к тому, что тестирование на самом деле в итоге, когда у нас, вот он, золотой бендер, да, это такая, типа, прекрасная автоматизация, которая становится прекрасной за счет двух вещей. Тестирование становится прогнозируемым и использование нативных инструментов. И вот тестирование становится прогнозируемым ровно потому, что ресурсами будут управлять тестировщики, ровно потому, что кнопочка эта на самом деле вот прекрасная, она будет нажиматься часто и постоянно разными людьми. И, скорее всего, в этот момент она уже будет автоматизированная. То есть в момент, когда у вас там достается ветка, у вас тесты прогоняются, потом, когда эта ветка пытается смешиваться обратно, все тесты тоже автоматически прогоняются. У нас появляется огромное количество результатов тестов, у нас появляется огромное количество штук, ну, артефактов от команды тестирования, которых на самом деле в начале нашего пути, скорее всего, в этом мире не было, да, ну, то есть в мире девопса, который, pipeline, который вот все бежит, бежит, бежит. Сейчас у нас эти вещи все автоматически появляются естественным образом. Вот сейчас я все это рассказываю, наверное, сейчас бы из аудитории кто-нибудь крикнул, типа, вот вы тут такие умные, а что же все тогда давно так не сделали? И на самом деле, конечно, проблемы в этом пути есть, ну, как бы под капотом всего того, что я рассказываю, лежит очень много деталей, да, то есть это те тулы, которые надо будет выбрать, то, как их внедрить, то, как с ними работать и так далее. Таких нюансов будет, конечно, очень много, но сейчас я стараюсь очень верхнеуровнево рассказать потому что, ну, во-первых, и времени не так много, потому что и там углубляться сильно не хочется. Хочется, ну, условно, зажечь вас желанием поразбираться с тем, как помочь тестировщикам. И вот чтобы это сделать, на самом деле все просто. Я вот в выводах, да, сделал некоторый такой пошаговый набор шагов. И первое, что нужно сделать, сходите в ваше тестирование и посмотрите, как у них вообще там все происходит, да, то есть что у них с менеджментом, то есть кто там руководитель, действительно ли он прогрессивный человек, который любит все новое, условно все новое, да, который любит современные подходы и топит за то, чтобы вы все там работали вместе. Или там сидят ребята, которые говорят, ну, чуваки, у нас все тесты написаны, наши ручники их отлично гоняют, наши релизы безглючные, что вы от нас еще хотите. Ну, то есть типа сидите там, блин, гоняйте свои релизы каждые два дня, а мы на новую функциональность будем вовремя, там, раз в неделю на мажорные релизы, все, прогоняйте, делайте, что вы паритесь. Вот выясните, какой тип менеджеров у вас. Понятно, что это некий градиент, вряд ли вы найдете какую-то такую превращенную версию. Посмотрите, как живут ваши автоматизаторы. Счастливы ли они, какие тесты они пишут, нативные или нет. Это тесты, которые выглядят максимально как в коде реализованное ручной сценарий с 50 шагами или там 30 шагами. Или это все-таки маленькие атомарные клевые тесты, которые часто запускаются или они у них не часто запускаются. То есть вот эти все вопросы, которые я сейчас проговаривал на предыдущих слайдах, их можно смаппить вот на этот вот списочек и спокойненько все продиагностировать. Посмотрите, что делается с результатами тестов. Вот мы для этого делаем Allure Report, который, кстати, забавно, почти, ну, очень часто используется не тестировщиками, а разработчиками. То есть наша практика показывает, что именно разработчики затаскивают Allure Report в команды и в компании, потому что у них-то тестов очень много. У них вот эти вот репорты, они, ну, то есть тесты постоянно разваливаются, в код вносятся постоянные изменения, и действительно тестировщики условно реже пользуются Allure Report, чем разработчики. Так вот, ну, давайте сделаем так, чтобы тестировщики тоже нормальные репорты составляли и их всем показывали, потому что очень часто внутри тестирования есть набор метрик, которые нужны тестированию, чтобы показать, что тестирование классно работает. Но при этом эти метрики очень мало кто снаружи смотрит. Вот. И поэтому, собственно, создайте какие-то отчеты, которые будут доступны всем, которые будут там хороши, прекрасны, веселы. И для этого мы рекомендуем Allure Report, он лежит на GitHub, берете, собираете, пользуетесь, все бесплатно, а хотите, можете законтрибьютить. На самом деле огромное количество там нативных интеграций уже написано, там для девяти языков программирования не будут перечислять, там под каждый язык программирования там от трех до пяти фреймворков покрыто, на самом деле уже готовыми штуками. Но если вдруг у вас какая-то самописная адовая штука, то, в принципе, вы можете написать свой плагин, можете его даже к нам закинуть. Мы с удовольствием там как интрибьюшены принимаем. Вот. Не очень быстро, может быть, но все равно как бы любим, когда нас в вопенсорсе любят. Поэтому идите на GitHub, ставьте как это звездочку, пользуйтесь Allure Report. Вот. Дальше, когда вы понимаете, что вот все вроде так по кусочкам все нормально, это вам позволит понять, на каком этапе, на каком оно этапе тестирования. Вот. На каком этапе тестирование находится в вашем пайплайне, да? То есть вот на M1 или на M3 или на A2, или вы почти уже где-нибудь в области T2 и так далее, да? То есть если у вас может быть все хорошо, а может быть на самом деле все в целом снаружи хорошо, а на самом деле не очень хорошо, потому что где-то какие-то закалыки. Вот если вы эту картину составите, то вы будете знать, какую часть работы автоматизировать. То есть может быть действительно не надо автоматизировать все тестирование, покрывать автотестами всю функциональность. Может быть достаточно автоматизировать ручную работу, потому что так будет удобнее, проще и быстрее. Главное автоматизируйте. Это один из главных, как известно, принципов DevOps. Второй принцип – общайтесь. То есть вот общайтесь с тестировщиками, общайтесь с разработчиками, если вы не разработчик. Ну условно сделайте так, чтобы вот эти все три части нашего треугольничка активно взаимодействовали. Общайтесь, я имею в виду, делитесь ответственностью, делитесь экспертизой, делитесь инструментами, которые вы используете. Сейчас там на удаленке условно это стало сложнее, потому что у кулера теперь не потрандеть. С другой стороны, вот вспоминая оффлайн всю жизнь, мы же никогда не разговаривали с теми людьми, которые сильно далеко от нас находятся у кулера. Мы всегда говорим со своими тиммейтами, и как бы не то, чтобы сильно далеко ходим. Ну если вы, конечно, не экстраверт, который любит прям со всеми поговорить. Вот я, допустим, редко с кем разговаривал. Вот, и поэтому всем тестопс, если вы будете все вот это делать, скорее всего, в ближайшее же время вы сможете построить всю историю таким образом, что вашим тестировщикам жить станет лучше. Вот, на самом деле, я думаю, что Лешу можно запускать в эфир, потому что у меня остался последний слайд, на котором просто список Twitter-хендлов, мой и Комета-софтвер. Присоединяйтесь к нашему Telegram-чату, если вы хотите там поспрашивать что-то про репортинг или про наши продукты. Но на самом деле там в основном Allure open-source, поэтому в основном про него. У нас есть GitHub Discussions, он на английском, но тем не менее, если у вас есть пожелания, пропозалы, вопросы или что-то непонятное, приходите, там сижу я и обычно стараюсь в течение нескольких дней заставить нашу команду мейн-тренеров ответить. Ну и я пишу в статейке в бложек на нашем сайте Комета.io.blog. Если хотите, тоже приходите, подписываться там не надо, у нас пока рассылок особо нет. Но тем не менее, если вы вдруг хотите получать наши рассылки, то там такая галочка есть. На этом все. Я наследно черный экран переключать не буду, можно, в принципе, его выключать. Спасибо. Руслан, спасибо. Мне кажется, что это было очень интересно и для конференции DevOps действительно вопрос довольно любопытный. Я в следующий раз попрошу оставить меня, а то ты как-то, так сказать... Накидывать. Да, а то когда ты понакидывал. Ну ничего, я сейчас отыграюсь. Это правда, что мы обсуждали эту тему достаточно давно уже, и я, на самом деле, очень рад, что из этого вышел такой доклад, даже, можно сказать, два, да, потому что это все примерно про одно и то же. Все ссылочки, которые ты просил, мы нашли и покидали в чат. Я напоминаю, что в чат можно задавать вопросы. Я уже вижу, что один такой вопрос есть. Мы на него обязательно ответим в дискуссионной зоне. И я напоминаю о том, что мы через какое-то время туда пойдем, где можно будет продолжить беседу с Русланом. А я, знаешь, какой хочу для затравки задать тебе вопрос. Ты действительно вначале уже упомянул, и мы с тобой на последнем прогоне это обсуждали, что девопс, сам по себе термин, он родился из того, что из осознания стены между большой группой людей под названием девелопмент. Причем в тот момент под этим девелопментом поднимались все роли и тестировщики, и разработчики, и системные аналитики. В общем, все те, кто продукт создают, даже сервис. И обс, которые реально были другими людьми. Это были люди, которые до этого, за несколько лет до этого вообще не просто не работали в одних организациях, они даже сильно по разные стороны баррикад были, потому что когда были коробочные проекты, разработчики доводили это дело до коробки, отправляли куда-нибудь, там записывали на CD-ROM, условно говоря. Желтой диск, да. Да, да, да. А дальше обсы, значит, обсам начальство покупало этот диск, совало в зубы и говорило, ну, теперь крутите. И понятно, что из-за этого проистекало много большой любви. Поэтому, когда внезапно появились сервисы, которые надо поддерживать, и этих людей просто посадили в соседние комнаты и к одному колеру, вот тут, как говорится, они и высказали всем, кто что наболел. Это про девопс. Но ты-то говоришь на самом деле о том, что возникла такая интересная стена. Вот мне кажется, что твой доклад, он про то, что есть на самом деле стена между тестировщиками ручными и автоматизаторами, и в некотором смысле ты вот показал такой способ, разве это стоит, на мой взгляд, например, даже может быть очень сложно. Я сейчас задам вопрос. Как эту стену преодолевать? Ну, вопрос, на самом деле, вот такой, да. А почему вообще эти люди, которые, на самом деле, никогда не были по разную сторону баррикавств? Вот почему я считаю, да, что как бы в нормальном, даже не в нормальном девопсе, а вот вообще при нормальном подходе к разработке любого программного продукта, да, это люди, у которых одна и та же цель. Неважно, ты ручной тестировщик или дикий, простите мне. Вот. Это люди, которые, как ты правильно говоришь, они настроены поломать. Причем поломать наиболее извращенным способом, да, там заходит тестировщик в бар, да, заказывает минус одну кружку пива, да, так сказать, котеночка и все вот эти вот штучки. Вот. Я понимаю, что у разработчика и у тестировщика действительно разный майнсет, но у тестировщика автоматического и ручного, почему у них возникла эта стена? Да, это отдельная история, на самом деле, потому что эта стена возникла тоже из некого такого психологического различия, да, то есть на самом деле тут, как эта фраза, у ребят одна и та же цель, она как бы верна для вообще любой команды разработки, потому что у всех одна цель, типа, ну, сделать хороший продукт и задепловить его так, чтобы не развалилось. Не-не-не, прости, что перебиваю, я все-таки как бы на следующем уровне, да, так сказать, разработчик добивается этой цели тем, что реализует функционал по спеке, как ее понимает, а тестировщик добивается этой цели тем, что всеми возможными способами показывает, где есть слабые места. Да, да, но и тут как раз разница, вот эта стена, она возникает из того, что существует, ну, условно, там, наборы методологий и способы, да, которыми одна и та же цель достигается, они довольно разные, да, то есть, условно, философия автоматизатора и философия ручного тестировщика, они как бы, несмотря на то, что они делают одно дело и они делают его, условно, одним и тем же способом, там вот не способом слово, да, я не могу сейчас придумать вот это вот слово, которое бы говорило, что у них одна цель и одни как бы... Неподходы, а что же это такое? Ну, типа, философия, да, вот одна, как бы, но способы и механики решения, они абсолютно разные, вот, и, соответственно, поэтому на любой конференции, ну, типа на любом Гизенбаге, да, у тебя холивары между ручниками и автоматизаторами, они постоянные, да, потому что, например, есть ручные тестировщики, которые говорят, существует функциональность, которую невозможно проверить автоматизацией, поэтому за нафига нам вообще тогда делать условную автоматизацию? А, да, у нас даже вопрос примерно про это там, вот, напоминайте. Да, и это очень дискуссионный, сложный вопрос, на самом деле, я не уверен, что там лично я смогу кого-то убедить в том, что все можно автоматизировать, ну, там вопрос на самом деле в том, что автоматизировать можно все, вопрос цены, да, ну, то есть, типа, иногда это настолько сложно и дорого, что это того не стоит, вот, но, как бы, я пока эту дискуссию тогда предлагаю оставить в дискуссионку, чтобы... Вот, да, мы сейчас потихонечку подходим к окончанию нашего эфира, я действительно предлагаю всем переместиться в дискуссионную зону и продолжить там, на самом деле, еще куча всяких интересных вопросов, а Руслану я хочу сказать еще раз большое спасибо, и спасибо большое всем тем, кто пришел на доклад, и на конференцию, и всем тест-опс. Всем тест-опс, ребята, спасибо, что слушали меня, надеюсь, у вас было достаточное количество, а еще, кстати, привет всем, кто смотрит видео, запись. Тоже хорошо. А мы пошли в дискуссионку, пока-пока. Всем пока.